Эльф, хвать мешок, ткацкий станок. Дик очень рад вас видеть, недавно он нашел в комнате эту сумку, она наверняка пригодится вам в учебе. Дик видел такие раньше, он называет это хвать мешком. Очень полезная вещь, чтобы ловить и перевозить магических существ. Какой приятный ветерок. Я все думаю о том, что сказала профессор Ховен, она считает, что в свободное время нужно изучить как можно больше существ. А еще она упоминала, что поблизости орудуют браконьеры, так что по-моему у нас существам будет лучше. Дик тоже так думает. Вот видите, комната знает, что вам нужно, а Дик может показать вам, как и где пользоваться хвать мешком. Тогда идем. Сперва мы попадем за пределы территории замка. Можем отправиться прямо сейчас, если вы не готовы, найдите дико позже. Да давай сейчас, чего томить. Так, я хочу... Так, а можно ли попросить тебя изменить освещение? Я хочу узнать, как пользоваться хвать мешком. Отлично, Дик не прочь прогуляться. Он был гадким браконьером, работа на него была дико ненавистна. Он творил жуткие вещи с прекрасными существами. Именно тогда Дик впервые увидел хвать мешок. Приятно знать, что вы используете его во благо. На пушишку? Вот мы и пришли. Дик любит приходить сюда, чтобы посмотреть на магических существ. Особенно ему нравятся карликовые пушишки. Он рад, что им здесь ничего не грозит. Вам нужно лишь подойти поближе, направить хвать мешок на карликовую пушишку, и она немедля окажется внутри. Хорошо. Благодарю вас за настойчивость и находчивость. Я потолковал об этом с Пирсом, и он тут же во всем признался. Старый негодник. Мы договорились больше не ворушить былое. Когда в следующий раз загрянете в три метлы, непременно найдите меня. Я так счастлив, что снова могу там бывать. Так, нужно поместить хвать мешок сюда вот на заклинание. Окей. И пушишка. Тварь находится вне зани... Опа, ты ко мне прикатилась. Ну-ка. Не поняла. Волшебная тварь спасена. Ух ты, и опыта неплохо насыпали. За одну-то, тем более так легко. Мне удалось поймать карликовую пушишку. Вы можете спасти столько, сколько вместят хвать мешок. Браконьеры ловят пушишек и... Ну, в общем, Дик точно не знает, что они с ними делают. Но он уверен, что у вас они будут в безопасности. Но не всех существ так легко спасти. Дик предлагает вам поискать кого-нибудь летающего. Как насчет болтрушайки? Хорошо. Где мне искать? Дик видел одну гнездящуюся к западу отсюда на большом дереве, которое видно из Хогвартса. Но нужно соблюдать осторожность. Недавно Дик наткнулся на браконьеров в тех краях. Вы пока подготовьтесь, а Дик будет ждать вас там. Я рожден готовым, Дик. Так, а пушишке одной не скучно будет? Ничего, что может быть... И какая у меня именно пушишка-то? И сколько там вмещает этот мешок? Вот. Тваря. Пушишка. Стрелочка вверх. Пушишки это круглые пушистые твари. Достаточно мягкие, чтобы их можно было обнимать. Но достаточно крепкие, чтобы ими можно было швыряться. Пушишки едят почти все, но их любимое блюдо это козявки. Они являются очень распространенными домашними питомцами. Всеми их волшебников, потому что за ними легко ухаживать. Так, стрелочка вверх, значит стрелочка вниз нужна. Давай стрелочку вниз. Еще одну пушишку мне. Вот. Тихо-тихо. Такие шустрые они слишком. У меня стрелочка... Опа. Чтоб вам не скучно было. Так, пушишка. Значит. Так, так. Все, отлично. Каждый тварь по паре. Хорошо, все. Теперь пойдем... Я о тебе позабочусь. Теперь пойдем дальше. Точнее полетим. Слушай, мне не дают покоя. Что они здесь делают? Че это вообще за фигня? Во-первых, налог собираю. Во-вторых... Тут квеста... А, нет. Ну, че-то... Че-то написано, но по факту я ничего не могу с ними ни с кем сделать. Ревелия. А, тут вот есть страница руководства. Ну-ка. Помада из Алихоция. Помадка. Эта помадка, приготовленная из листьев дерева под названием Алихоция. Представляет собой восхитительное кондитерское изделие, вызывающее неудержимый смех. Можешь мне по ним это проказ дать? Ну-ка. Видимо, нет. Ладно, летим дальше. Так. Привет, Дик. Продолжим? О, конечно, Дик так беспокоился о вас из-за всех этих браконьеров в округе. Видите, это большое дерево. Болту рушай китам. Действовать следует быстро. Если что, Дик видел, что левиосы используют, чтобы замедлить летающих существ. Тогда проще подобраться к ним и поймать в вадь мешок. А если мне не удастся обнаружить существ? В привычной среде обитания. Существа обычно держатся вблизи своих обиталеч. Поищите их рядом или просто подождите, пока они не вернутся. Посоветуешь, как спасти неуловимых существ? Тут вам пригодится левиоса. Поможет спасти не только летающих существ, но и таких, которых вообще очень трудно поймать. Попробуйте применить его, когда будете ловить очень мелкое или юркое существо. Каково это было, работать на браконьера? Хозяин Дика плохо относился к существам и к Дику. Для него они были большим лишь источником прибыли. Он использовал их как ингредиенты для зелий, как рабов, и как... Дик лучше не будет это говорить. Но теперь Дик в Хогвартсе, и я очень этому рад. Здесь он помогает ухаживать за существами, чтобы искупить вину за все те ужасные вещи, которые хозяин заставлял его делать. Я попробую спасти болт-рушайку. Удачи, Дик будет ждать. Места обитания тварей можно найти в разных точках окружающего мира, где бы ни находились их жилища. Вы можете быть уверены, что поблизости найдутся и сами тварей, которые в них живут. Так. Слушай, а может, во-первых, что будет, если в инвизе к ним подходить? А, и тогда уж, раз там Левиоса нужна и все такое, давай тогда вот так вот. Болт-рушайка. Так. Ай-яй-яй-яй, испугнул, испугнул. Ну, блин. Не бойся, я не причиню тебе зла. Отлично, отлично. Так, подожди, а дайте мне еще одну болт-рушайку, а то и скучно будет. Так, это болт-рушайка, стрелочка вниз, значит, мне нужна стрелочка вверх. Супер. Так. Ой. Две стрелочки вниз, случайно, но... Сейчас, сейчас, точно стрелочка будет куда надо, все. Нормас. Подожди, тогда нужно еще одну со стрелочкой вверх. Короче, я их так напугал, что они туда больше не прилетают. Ладно, тогда возвращаемся к Дику. Нормально все. Мне удалось поймать болт-рушайку. Дик надеется, что вашей болт-рушайке будет удобно выхвать в мешке. Браконьеры охотятся на них из-за перьев и не слишком церемонятся, выдирая их. А другие существа тут есть? Дик знает только про стадо... ...лунь-телят. Они живут на опушке, в которой ведет эта тропа. Дик подождет вас там. Ну тут пешком можно даже дойти. Так. Точка еще одна, кстати. Логово лунтеленка. Привет, Дик. Это та полянка, про которую ты говорил? Именно, лунь-телята подходит к большому дереву с узором в виде спирали, но только когда светит луна. Так что, если вы не умеете ускорять время, придется подождать наступление ночи, чтобы их увидеть. Как ты попал в Хогвартс? Как ты попал в Хогвартс, после работы с твоим предыдущим мастером? У предыдущего хозяина Дика не было семьи, поэтому когда он умер, все домовые эльфы получили перераспределение от министерства. Дика отправили в Хогвартс, чем ему несказано повезло, а вот о его друзьях такого не скажешь. Поймай, а лунтеленка. Дик будет ждать вашего возвращения. Ускорить время. Ну, придется ускорить. На карту открываем, и на карте нажимаем F, пробел. Так, так, аккуратно. Вот это что ли? Так. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вот дает придется левиосу в неё ок один есть тише тише не сделать я больно нормально так он тененок давайте со стрелочкой вверх поймаем все со стрелочкой вниз со стрелочкой вверх у меня два лунь тененка четко есть так мне удалось поймать лунь тененка а хоть это и было сложнее чем я думал еще много существует безопасности жаль что мы не видели танец лунь телят восхитительное зрелище дик думает что мы здесь закончили вы спасете еще много существа пока давайте отнесем тех что уже есть выручай комнату хорошо дик будет ждать вас выручай комнате приходите когда захотите хочу прям чай а вот и вы теперь нужно показать спасенным вами существам их новый дом но здесь для них маловато места представьте что начнется если все эти существа начнут метаться может быть если вы подумаете о том что нужно вашим существам комната сама вам это предоставит интересно что же вы себе представляли а ну надо же у вас получилось но что именно дик не знает но можно выяснить буду ждать вас внутри можно так изменять ничего не надо давайте туда войдем внутрь а чтобы открыть меню управления тварями чтобы добавить тварь не будем выбрать ее из вашего инвентаря твари можно спасти в высокогорном регионе раз а чё только одну можно выберите по шишку болтару шайку он тем что поместить их так подожди вы запутали дик думает что в этом вивариуме вашим существам будет хорошо конечно либо лишь бы всем хватило места дик тоже на это надеется но если места все таки не хватит обратитесь к мадам клювс из лавки клюв и хохолок в хоксмиде она поможет найти жилище для ваших существ для тех что не поместится в ручей комнате да она всегда готова позаботиться о существах которым нужна помощь и она предложит за них справедливую цену кстати если вовремя кормить и вычисывать существ можно получить ценные волшебные материалы например шерсть карликовые пушишки когда соберете волшебные материалы у кого-то из существ дик покажет как их использовать хорошо я скажу тебе когда соберу их если волшебные твари ухожены они дают различные материалы с магическими свойствами корм для тварей и щетка для них поглаживания вот некоторые способов ухода за вашими тварями нажмите т а затем найдите курсор на корм для тварей да так понятно чудесно я знаете вот меня что беспокоит я забыл просто это напишите в комментах кто помнит по лору а что будет с этой выручай комнаты потом то есть ну вот сейчас у нас предыстория то что было до гарри поттера точнее даже не предыстория то что было до гарри поттера то есть это вручай комната она доступна только одному человеку то есть например если кто-то еще в нее зайдет у него будет там абсолютно свое то есть совершенно другой мир и вручай комнаты каждому дает свое или все-таки или все-таки она для одного человека то есть все я ее занял например сейчас и больше никто то есть не может либо если даже он в нее войдет то он увидит то же самое что у меня здесь есть или как это работает я к тому что типа ну хорошо она создала вот я и не про это портал куда-то где-то в мире вот это все происходит или это созданная какая-то под реальность и если это под реальность то допустим хорошо метод будут твари они будут жить и размножаться всякое такое что произойдет потом когда ну типа этот уйдет из хогвартса он не будет больше доступа вручай комнату я не знаю или там то есть они же отсюда сами твари то не смогут улететь или вручай комната их выпустит или что так могу уже собрать мех лунтиненка ухты 5 штучек забота отваря 24 минуты а чё это кормите расчесываете тут твари тогда она даст вам волшебные материалы которым можно вплести в ваше снаряжение лунтиненок маленькая похожая на теленка тварь с огромными глазами и застенчивым нравом они любят танцевать при свете полной луны ого его переименовать можно а призвать это чуть типа его в мешок опять поместить так мех пушишки кормите так 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 это тоже было прикольно болтрушайка болтрушайка это маленькая пестра синие птицы которая никогда не издает никакого звука вплоть до момента своей смерти ого прикольно окна не удалось раздобыть волшебные материалы теперь дик покажет как их использовать для начала наколдуйте зачарованный ткацкий станок с помощью этого магического рецепта зачарованный ткацкий станок именно на нем вы сможете вплетать в магию волшебных материалов прямо в нити одежды улучшение видимо одежды и тогда нас станет для вас намного полезнее чем было хотите попробовать дик полагает вы будете восторге от возможности этого ткацкого станка хорошо дик я поработаю с ткацким станком а ткацкий станок надо там разместить да подожди тогда тогда давай выпустим еще некоторых почему бы нет а это а это на на максимум до которых я максимум существ которых я могу здесь иметь давайте тогда вот эту отпустим в дикую природу одну потому что у нас повторяется вот а теперь у нас так сказать никакие не повторяются ухоженно забота тварь и забота тварь и показано с кем я уже взаимодействовал с какими нет прикольно можно сразу всем всех чесать сразу одновременно кормить ну заклинания все со всех все собрал это отмечено на карте белыми точками но может быть даже тут по одной имеет смысл держать штучки потому что ячейки ограничены а может они вниз будут прокручиваться на никаких проблем так так вот создание предметов ткацкий станок стол определения у меня зачарованный ткацкий станок так 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 спокойно темновато у меня тут но я сам такой выбрал а он только одного типа есть интересно белый цвет показывается синим а вот этот вот показывается ну давай ладно давай вот такой вот сделаем так я думаю сюда его поставлю добавьте характеристику примен а давайте сначала тогда стол от листья бадьяна здесь можно да и тут же выращиваю что-то освободить горшок всякое такое так давайте сначала на столе определение определим предметы рябиновая тварь тоже можно здесь сделать так кстати у меня двадцатый левел уже где стол определения то вот он ох ты сразу весь идентифицировался супер ну я думаю надо себе самое лучшее одеть повышает урон от китайской жующей капусты нифига тут даже есть уже какие-то штуки с ячейками разрез повышает урон наносимый с помощью дефинда снижает урон полученный от топероек он не очень актуально на самом деле обычно другое себе лучше взял а вот это вот полезно тут мантия у него пирк защита больше на 10 и королевский школьный плащ повышает скорость заполнения индикатора древней магии это ультра полезно ух ты она еще и супер красивая это мантия вот это да реально королевский школьный плащ повышает урон с помощью бомбарда ну такое лучше чем быть другое там на одну броню только побольше лады и сейчас попробуем так подожди а ткацкому станку мне точно да по умолчанию снаряжение имеет один основной показатель нападения или защиты вы можете использовать волшебные материалы и ткацкий станок чтобы добавить и обновить дополнительные показатели или же присвоить вашему снаряжению определенные характеристики всего несколько небольших улучшений могут привести к значительному повышению вашей силы в бою новых тварей можно спасти в логовах тварей или разблокировать выполняя задания рецепты с характеристиками можно обнаружить в лагерях бандитов так давайте то что нам не одета вот выделено ну-ка посмотреть характеристики а то что да ладно я могу это добавить неплохо так подожди посмотреть обновление а это я могу его короче еще и апать снаряжение как раз перья болтрушайки нужны сразу так а это то есть оно будет давать еще нападение или что помимо защиты защита то не сбросится да 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 нет предела совершенства достижения ухты а следующий второй уровень уже намного больше требует прикольно так давайте до характеристики посмотрим тут есть допустим концентрат с третьего уровня еще что-то и пишет характеристика слишком сильна для этого предмета а неизвестные характеристики 67 они заблокированы добавь добавлю контроль повышать урон наносимый с помощью броска древней магии этому королевскому плащу уму крутая штука только одно и что-то могу допустим если я еще инциндию он она заменится дара заменится блин нет так что что-то одно пусть слушал с помощью древних чар но отлично хорошо получилось это показать дико я воспользовался зачарованным ткацким станком дик чудесно можно ли с помощью этого ткацкого станка в плести в мою одежду еще более сильное волшебство безусловно но для этого нужно спасти более могущественных существ а сейчас дик предлагает вам посетить вивари и посмотреть на спасенных вами существ какие вещи может зачаровать ткацкий станок нет подойдет только одежда определенного качества дик полагает что в своих приключениях вы еще раз добудете более ценную одежду а еще дик знает пару лавок в хокспиде где продают много разной одежды которые можно улучшить спасибо дик спасибо за твою помощь дик завершить основные задания испытание одно выполнил так я там наверно могу что-то получить какие-то бонусы за что-то награды внешний вид снаряжения белый свитер ух ты еще маска легендарная маска ну чё заменим теперь маску на легенд на легендарную маску где она тут вот она нет подожди это не она вот она ух ты кстати шлем сделаны гобальными он не это тут изначально у меня был такой давай такой черный цилиндр мне нравится вот такой внешний вид проведал опять этих заверюшек у них кд то есть позже они дадут какие-то ресы молодые так квест друзья познаются в беде здравствуйте сирона я получил от вас сову как поживаете приветствую удалось найти лот гока мы с ним поговорили вообще-то мы работаем вместе мы с ним поговорили да спасибо мы хорошо поговорили и он передает вам привет рада это слышать не стану выведывать у вас подробности разговора а также напоминать вам об осторожности надеюсь вы будете ее соблюдать какими бы ни были ваши дальнейшие планы я да обязательно в записке сказано что вам нужна моя помощь в каком-то деле нужна я хотела бы попросить вас оказать услугу моей подруги Дороти Спротл из верхнего Хоксфилда кажется я не знаком с миссис Спротл она очень милая мой отец дружил с ее покойным супругом Эйденом кстати в году учебы в Хогвартсе оставалась у Доты Эйдена на лето когда подрабатывала здесь официанткой но после смерти Эйдена мы виделись лишь мельком в пабе сейчас в дел не в проворот и мне не удалось уделить ей должное внимание поэтому я хотела попросить вас проведать ее и узнать не нужно ли помочь ей собрать ингредиенты для пополнения запаса рябинового отвара а заодно забрать одну вещь принадлежащую мне это коробка со старыми письмами и всякими мелочами зачем миссис Спротл запас рябинового отвара у Дот большой талант к зелеварению она готовит рябиновый отвар для странствующих торговцев обычная мера предосторожности, увы, ставшая необходимостью когда сторонники Ранрока перекрывают торговые пути зачем вы оставили свою коробку писем у Спротл это одна из нескольких которые я хранила в юности Дот нашла ее когда убиралась в шкафу я даже не помню что там наверное что-то ужасно сентиментальное наивная переписка юной ведьмы с подружками можете взглянуть если найдете коробку честно говоря надеюсь там хранятся вещи связанные с приятными воспоминаниями я постараюсь заглянуть к ней я буду вам безмерно признательна как и Дороти Эйден собирался принести коробку писем мне когда ему стало плохо Дот покажет тебе где он мог ее потерять эта деревушка находится к северу от Хоксмеда передавайте Дот от меня привет я там уже бывал когда квест выполнял на разблокировку третьего уровня Аллахоморы я же все замки теперь могу в игре взламывать но это было сложно было много гринда я страдал зрители страдали и наконец вверх не Хоксфилд где же найти мисс Спроттл предупреждение от эпиройки ну наверно вот десадно что Бардельд решил обратиться к темной магии в его чиновении наверняка замешана руку здравствуйте мисс Спроттл вообще-то это Сирона Райан попросила меня навестить вас интересно есть человек в такой маске с цилиндром о дорогая моя Сирона настоящее сокровище всегда такое была сколько я ее знаю если такой человек навестит вы будете спокойны она сказала что вам может понадобиться помощь с сбором ингредиентов для рябинового отвара она права мой дорогой Эйден собирал для меня муркалламлей после его смерти мои запасы истощились сочувствую вашей утрате миссис Спроттл о благодарю он был любовью всей моей жизни без него я чувствую себя немного потерянной если вы согласитесь собрать для меня немного муркалламлей я с радостью вознагражу вас за потраченное время не поверите но они у меня с собой а давайте поищу пусть побольше соберу было бы замечательно я беспокоюсь со стороны сочувств торговцев и охотно приготовлю им побольше рябинового отвара а еще все равно упомянуло что мисс Сир Спроттл собирался принести ей коробку писем когда ему стало плохо ах да конечно чуть не забыла я ее нашла перед смертью Эйдена он собирался посмотреть ее вместе с Сироной за кружкой другой сливочного пива эти двое всегда были как два локотруса на ветке Эйдену стало плохо когда он собирал муркалламей по дороге к Сироне он дошел до дома но видимо обронил коробку где-то в пещере она находится в горах юго-западу от нашей деревушки соберите муркалламей а заодно и коробку писем найдете что в коробке писем ну конечно несколько писем от ее школьных друзей приятные воспоминания и даже письмо которое Сирона написала мне в те времена когда останавливалась у нас подумала ей будет интересно когда я читаю письма юности всегда удивляюсь насколько же я изменилась и в то же время осталась прежней какой была Сирона в моем возрасте господи да она практически не изменилась с тех пор все такая же очаровательная рассудительная заботливая как же нам было весело когда они с друзьями навещали нас во время учебного года все обсуждали что-то упражнялись в заклинаниях талантливые ребята ее подруга Мирабелли в садоводстве настоящий гений я научилась всему своих родителей муглов представляете спасибо мисс спроттл вам спасибо я подожду здесь пока вы соберете муркалламлей мы с торговцами которым я помогаю будем безмерно вам благодарны бардольф бомонд уже должен был вернуться наверно он попался темным волшебником так а тут у них торгаш то есть что-то не видно ладно пока можно полутать раз я уже в этой деревне все выполняю главное на еще какие-то квесты не нарваться а вот и Аллахамура так что у нас тут маленькие лестницы неизвестный предмет для головы какие-то шарики ну и кажись все еще одна Аллахамура здесь ну это же один раз как бы изучишь этот один раз эту локацию все тут соберешь и все а тут у нас что ничего выход странно тут вообще ничего не было в этом доме а нет пардон было вот тут сундук спрятали кресло пацан учится летать что-то метелка какая-то аааа ладно бель ха 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 жестко хотел пошутить так сундук малиновые перчатки оп о нет я попал в все я отпал все нормально так наверху еще сундучок Эээ, дай мне сюда пройти-то Ты шо? Так, еще один сундучок нашел Плащ для храбрецов Я просто показываю, потому что потом люди спрашивают в комментах Типа, а где ты это нашел? А где ты то нашел? Я самое основное показываю Локация-то понятно какая Тут по мини-карте уж сами сообразят Дальше А почему вот это вот тут можно Разбить? Оно никого не убьет Я просто думал, мало ли проломят там Вход в тайную пещеру Так, я не совсем понял, как Мне попасть На следующий этаж Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаю А, войти Находить сверху нельзя Лестница для Людей Ну что ж, бывает и такое Там просто сундучки Неизвестный предмет для спины Защитные очки с оранжевым глазом Тритон Ну вот эти очки Такие себе Так Кстати, напишите в комментах Неизвестный наряд Напишите в комментах Вам Интересно, чтобы я чисто Рашил Сюжет основной Ну, то есть я Ничего не буду проматывать Ясное дело Но Типа, можно Проходить основную сюжетку И все Вот Сконцентрироваться на ней Только на основных Сюжетных квестах Или вам интересно Вот это вот все Тоже Чтобы я показал Какие-то дополнительные квесты Совсем не обязательные Для прохождения Или прорашить основную сюжетку Я-то буду играть в любом случае По-своему Так что Кто хотел раскатать губу Вы ее не раскатываете Но Просто интересно В комментах Ты уже давненько нам не писала Как дела в министерстве Мы не перестаем думать о тебе И надеемся, что у тебя все хорошо Думаю, ты обрадуешься Узнав, что мы примирились С твоим решением Стать мракоборцем Даже несмотря на опасность Этой профессии У тебя своя жизнь И свой путь Ты стоишь на страже мира волшебников И я горжусь тем, что ты моя сестра Вот тебе занятная новость В железнодорожном тоннеле Неподалеку от города Поселился тролль Бедолага Скоро на себе узнает Как быстро ездят поезда С нетерпением Жду ответа Эдди Чертополох Слушай, что-то знакомая фамилия Я где-то, по-моему, слышал В Гарри Поттере Чертополох Или это Такое растение Продолеет Чертополох И значок Записки бывшего Мракоборца Елены Чертополох Причем Там Чертополох А есть Чертсполох Вот уж не думала Что в отставке Будет так скучно Меня, безусловно, радует Свободное время Но я скучаю по работе И мне хочется снова Гоняться за преступниками Конечно, тоска По всей этой суматохе Может показаться неправильной Но представьте Вы гонитесь за Украинским железнобрюхом По Магловскому городу А потом накладываете Забвение на всех Кто вас видел Разве это не захватывает Или, например Вы помешали Темному волшебнику С армией Китайской Жующей капусты Захватить министерство И для этого Вам понадобилась Лишь корзинка Прыгучих луковиц Когда министерство Наконец обнародует Все мои дела Соседи будут смотреть На меня иначе Они будут говорить Что-то вроде Неужели пожилая мадам Черт сполох И впрямь поймала Такого-то негодяя А пока я лишь могу Намекать Чтобы не выдать Никаких тайн Было бы неловко Если бы мои бывшие Коллеги пришли Чтобы упрятать меня В Аскабан Что ж Пора глянуть Как дела в саду Колокольчики В этом году Все никак не идут в рост И что тут у нас Черт сполох И ее значок Часть 2 из 3 Не понял Записки Бывшего мракоборца Так Теперь у меня Предостаточно Время для размышления О заслугах На трудовом попроще Я как раз думала О том Уравновешивают ли Наши правильные поступки Те ошибки Что мы совершаем Всегда ли нам удавалось Поймать преступника Нет Бывало Бывало ли Что мы ловили не того Вполне вероятно Допустим ли такой риск Допустим ли такой риск Когда речь идет О благополучии Целого мира волшебников Хотелось бы верить Хотя у какой-нибудь Ошибочно осужденной ведьмы Сидящей в Аскабане Иное мнение На сей счет На ее месте Я бы наверняка Рассуждала по другому Признаюсь Я несколько растерян А мне никак не разгадать Эту загадку Старость не радость Появляет с ума времени Размышлять об лом Но нет никакой возможности Что-либо изменить А мои колокольчики Засохли Черт полох Так Меня все терзает Мысль о работе Я всегда могла Обосновать свои решения Перед Везингомотом Когда было нужно Такая необходимость Возникала не часто Да и дело Это было неприятное Как бы я не была Уверена в своей правоте Вопреки всеобщему заблуждению Министерство не всесильно Когда я сдала Свой заданочок У меня оставалось Еще несколько незакрытых дел Даже будь у меня Больше времени Сомневаюсь Что смогла бы их раскрыть Однако Если бы появилась возможность Вернуться к любому из них И исправить свои ошибки Я немедля Принялась бы за работу В моей работе Единственный способ Избежать угрызения совести Это всегда быть готовой Исправить ошибку Тем более собственную Боюсь что порой Мы лишь приумножаем Несправедливость В благом порыве Добиться правосудия Я переживаю Что так же Тоже могла допустить Подобную оплошность Может и зря все это Хотя вряд ли Ах да Ухаживать за садом Явно не мое Пора искать новое увлечение Всего лишь Пусть для монеты Я думал Что-нибудь готическое Дадут Мракоборческое Кстати вот ее дом Квестовый Тут тоже сундучок есть Птица бежевая Это рукоятка Кстати давайте У нее Это неплохая Снизу такая Смотрите Такое как Орелу Грифон Кажется это Чуть ли не последний Сундук В этом Стрела Разовый завихрень Тоже Палочка Необычная Опять у нее Здесь это Пытошная стоит Из инквизиции Так ну все Можно по квесту Отправляться Тут вообще все Золотого поселения Наверное Вот эти шары Когда ты просто Путешествуешь по миру Я не знаю зачем Но наверное Их нужно лопать Хотя Никакого квеста На это нет Ну типа На всякий случай Ну ладно Лопну Да Лопайте шары Один из пяти Типа я тут все В регионе лопнул И мне что-то дали Какую-то фигню Ну я тут нашел Лагерь волшебников Плохих Давайте его зачищу Так уж и быть На всякий случай Не пропадать же добро Какие у них Готические маски Вот и все что ли А нет еще один Что ты там Размышляешь Теперь существа Поблизости могут Теперь шир в безопасности Еще тут сундук у них Оглушение Три Ааа Вот я как раз Собрал кстати Улучшение Ячейки Снаряжения Он иногда Тоже в таких местах Встречается Ну кофейку У них тут можно Тоже бахнуть Так а вот и пещера По квесту Думаю это та пещера Которая говорила Миссис Спрайтл Или как-то Спадина С мурлокломлями Шоу в инвиз Как вы это любите Нужно смотреться Пускать мурлокомлей Коробку писем Надеюсь я был Несторком громок Вроде бы это все Мурлокомлями Миссис Протал Будет довольна Да Так быстро собрал Так как немного Значит здесь было Ну подожди Мы еще не закончили Нет Это не все Были далеко Тут еще есть Много еще есть А что мне прыгать Ох там внизу Что-то интересное Сначала тут хочу Все залутать Так это потом Так туда мы еще успеем Ой я Придется сражаться с этим троллем Хотя можно попробовать его обойти Нет будем сражаться Что-то он слишком Здоровый Сука А что такое здоровый 22 уровня Блин Не вот это вот Что его тпшит Это вообще пипец Благодарю спонсоров канала На ютубе Никита Никитский Король Три месяца Дмитрий Руперт Аристократ 17 месяцев Матча Спендрагон Аристократ 5 месяцев Владимир Кураев Йомен На бусте Дмитра На ютубе Вип 18 месяцев Марк Вип 14 дней Никита Ульянов Саппорт На бусте Также благодарю За донат Григория Упади Покойся с миром Мой огромный Друг Блин С троллями Тут настоящие испытания На максимальном уровне Сложности сражаться Это капец Какой-то Листья бадьяна Всего лишь И все ради этих Мурлака Что там Но тут много Людей Зарезал Пререзал Мне надо еще Будет туда подняться Там еще что-то Долутать Опа А ты что А тебя поймать нельзя Подожди-ка Нет Это просто белочка Ее нельзя поймать Я хочу туда А подожди Тут кстати Пропустил Еще какой-то Потайной Проход Ооо Так Тут давай Этот Люман Листья бадьяна Сундучок Защитные очки С ранежевым глазом Тритоном Мне постоянно Они попадаются Это самые распространенные очки В игре Что ли Так Лимос Так Все-таки Ладно Я попробую сюда Спрыгнуть А это что за фигня Всего лишь череп Ооо Тут зайка Даже плавает Нифига Стебель водорослей Так Все хорошо Но как мне теперь Отсюда выбираться А? А Вот здесь Наверное Хотя Слушай Там Хоть Еще Сундук Показ А Это Наверху Письма Раскиданы Что ли Дорогая Сирона Когда я попала Сюда Впервые Меня не покидало Тревожное Ощущение Что я во многом Отличаюсь От остальных Первогодок Признаю Что да Я думала Что в Хогвартс Име не место И даже Хотел отправить Родителям Сову Чтобы попросить Их забрать Меня отсюда А ведь Не прошло И недели Как начался Учебный год Как ты догадалась Вряд ли ты Легилимент Но я до сих пор Задаюсь вопросом Как тебе удалось Настолько хорошо Меня понять Никогда не забуду Тот день Когда ты подошла Ко мне В трех метлах И села рядом Я тогда забилась В угол Слепо уставившись На нетронутое Сливочное пиво И кусок пергамента С пера Капля за каплей Стекали на пол Чернила Помню Как ты сказала Что очень переживала Перед поездкой В Хогвартс И мне вдруг Стало гораздо легче Казалось будто Кто-то наложил На меня Левитационные чары Я смотрел на тебя И никак не могла Поверить твои слова Перед мной сидела Уверенная И довольная С собой ведьма В течении Последующих дней Я с восхищением Наблюдала за тем Как ты безо всякого Стеснения Очаровываешь всех вокруг Не в магическом смысле Принимая себя И всех остальных Такими Какие они есть Для меня словно Зажглась путеводная звезда Тогда я осознала Что тоже могу стать такой Теперь я уже почти Окончила школу Та маленькая Испуганная ведьмочка Кажется такой далекой И все это потому Что ты увидела себя В той девочке Потерявшей надежду И открылась ей С любовью Мирабель Прошу передай Миссис Спротл Что я все еще хочу Наведаться к ней И мистеру Спротл Как только Выдастся возможность Я скучаю По задушевным беседам С ними И по несравненным Кексам в форме котлов Которые печет Миссис Миссис Спротл И мне не стыдно В этом признаться Дорогая Сирона Я сотворил Это небольшой подарок Чтобы поблагодарить тебя Если бы ты не поддержала Меня на тренировке По квидичу На прошлой неделе Я бы уже ушел Из команды А сейчас мы выиграли Кубок Хогвартса Коктевран обязан Тебе всем Искренне твой шон Моя дорогая Сирона Я отправила письма Мистеру и миссис Спротл Чтобы поблагодарить Их за гостеприимство Но перо самой Просится в руку снова Я хочу выразить Благодарность и тебе лично Как же хорошо было Покинуть стены замка И немного развеяться До сих пор вспоминаю Как мы посмеивались Над тем чудаковатым гномом А он-то думал Что поет А еще я должна сказать Что пирог с почками И стейк Который приготовила Миссис Спротл Просто божественный Вот бы съесть еще кусочек Еще раз спасибо За приглашение Впрочем Должна тебя предупредить Это совсем не означает Что на матче На следующей неделе Я буду тебе поддаваться В этом году Коктеврану До Слизерина Как до луны С искренней благодарностью Филомена Коробка с письмами Мне кажется Это и есть коробка С письмами Дорогая Сирона С днем рождения Милая моя Я пробралась на кухню Попросила Финке Приготовить твои любимые пирожные Она с радостью согласилась Интересно Где она умудрилась Достать малину В это время года Кулинарный гений Не иначе Дорогая миссис Спротл Мои родители Благодарны вам за то Что вы сопровождали меня В шапку-невидимку В прошлую субботу По-моему Мама даже немного Мне завидует Я не скоро забуду Как мы смеялись Пока я пыталась Шнуровать лиф На новом платье Мне еще нужно будет Попрактиковаться Как и в том Чтобы Прикалывать булавку К шляпе Не испортив саму шляпу И не поранившись Но мне очень нравится Все что мы выбрали Благодаря вам Я теперь выгляжу Как самая модная ведьма И как было чудесно Пообедать в трех метлах И не убирать за собой посуду Однажды я тоже Непременно буду управлять Таким заведением Мне несказанно повезло Что вы и мистер Спротл Меня опекаете Мои родители это так же Считают С искренним уважением Сирона Вроде бы все Сирона будет Рада получить их обратно Но подожди Там же наверху Всякая фигня Надо наверное Заново зайти сюда Будет на метле Это наверное Другой выход Я сейчас пришел К выходу Где-то В другом месте Можно отнести Этих Муркалами Миссис Протл Она будет рада Да Только подожди Блин Тут еще обратно Не зайдешь На Вот этот вход Со стороны Этой фигни Какое-то мясо Да Вот То что я пропустил Да ладно Тут еще Ладно Давай сюда Что за приколы Так Зеленые клетчатые перчатки Деревянные очки С позолотой И зажгу здесь факел Чтобы тут особо Эта хрень вся не росла Тут еще какой-то Я походу Пароход пропустил Опять туда Вот к этому троллю Возвращаясь Да Надо это все В Хоксмеде Большой естественный Участок земли Он неплохо Деревья Смогу сажать Ну кажется все Теперь точно Тут ничего нету Теперь тут только Белочки с зайцами Будут жить И с рыбами Это место очищено И даже браконьеров Поблизости зачистил Так Хорошие новости Мне далось Собрать для вас Муркаламли И найти коробку Писем Сирона О спасибо Как замечательно Аностранствующие Торговцы будут рады Пополнить запасы Рябинового отвара И Сироне будет приятно Получить свои письма Как это мило С вашей стороны А теперь возвращайтесь В Хоксмед И будьте осторожны В пути Нужно отнести Нужно отнести Сироне Эту коробку Писем У меня хорошие новости Мне далось Мне далось собрать Муркаламлей Для рябинового отвара Вашей подруги Месте с Протлой И найти вашу коробку Писем О спасибо Я знала Что просить о помощи Следует именно вас Можно спросить вас О письмах в коробке Разумеется По-видимому Большинство из них От сокурсников Вы были в команде По квиддичу? Играла Три года Была ловцом В команде Коктеврана Мерлинова Борода Я обожаю квиддич Что может быть лучше Чем поймать Золотой синич Когда твоя команда Проигрывает на 140 очков Никогда не прощу Профессору Блэку Отмену матчей В этом году Как же хочется Снова поболеть За Коктевран А давайте Поддерживать их вместе А Мирабель Это профессор Чесноук? Да, именно Она одна из моих Лучших подруг Если захотите Прочесть это письмо Уверена Она не станет возражать У нас с ней Похожие взгляды Особенно в том Что касается молодежи Мы считаем Что опыт дает нам Бесценный урок Мирабель всегда говорит Приятно видеть Как человек расцветает Особенно если он Сомневался в своих силах Вы с мисс Спроттл Действительно очень дружны Это правда Она многому меня научила Когда я проводил у них Лето с Эйденом Должна признать С подростками бывает Очень непросто И не все так хорошо Не все так хорошо Относились ко мне Как с Проттл Но они Как и многие мои друзья Были так добры ко мне И это помогло Пройти через Ну мягко говоря Трудные времена Было приятно помочь Мисс Спроттл Передает привет Не знаю Что бы я делала Без нее и Эйдена Еще раз благодарю За то Что помогли ей И за то Что вернули мне Эту коробку писем Хочется иногда Погрузиться В приятные воспоминания Друзья Опознаются в беде Полка из бочонка Так тут еще есть квест Но сначала Мне надо продать Всякую фигню И что-то еще опознать Палочку еще Вот на такую рукоятку Поменяю Кстати Испытание в бою Награда Рецепт С характеристикой Снаряжения Тут что-то Разлочило еще Опа Защита Некроманта Один Победите Печально известных Врагов Маска Карающего Волка Это у меня только будет О Победите Пауков Внешний вид Снаряжения Доспехи Ничего себе Шлем Истребителя Пауков Это да Награда Рецепт С характеристикой Снаряжения Смягчения Давненько Я сюда Не заглядывал Ну что Посмотрим Как наши Нифига Сипи Ну-ка Ну-ка Чисто Визуальные Но почему бы Нет Вот такое еще Ожерелье У меня тут Оказывается Есть Нифига Вообще Капец Вот он Какой Так У нее еще Квест на брата Есть На самом деле Не так Прошу прощения Вы что-то говорили О бардельфе Бомонте О приветствую Какая приятная встреча Я и правда о нем говорила Просто я очень беспокоюсь О бардельфе Братья Клэр Бомонт Он пропал Ходят слухи Что он занимался темной магией В запретном лесу Я сама его видела С приспешниками Рукуда возле каких-то развалин Боюсь Из-за пепла Он попал в беду Особенно если Дал им обещания И не смог сдержать Я бы и сама Присоединилась к поискам Но боюсь сторонников Ранрока У них везде глаза и уши Зачем бардельф Связался с Рукудом О, он пережил ужасную стучку Со сторонниками Ранрока И после этого сильно изменился Поклялся, что никогда больше Не будет чувствовать себя Таким беспомощным Думаю, он разыскивал пеплам Чтобы выведать их тайны Во всяком случае Сторонники Ранрока Почему-то не трогают Виктора Рукуда Что если бардельф Не хочет, чтобы его нашли Это невозможно Бардельф всю свою жизнь Управлял лавочкой Вместе с Клэр Он не мог все бросить Он обещал вернуться Через две недели У меня такое чувство Что с ним случилось Что-то ужасное Может он в плену Или того хуже Может я смогу его найти Мы будем признательны За любую помощь Но сперва лучше поговорить С Клэр Думаю, она знает Обо всем этом больше, чем я Я знаю, что в последний раз Бардельфа видели В запретном лесу На нем был любимый Шерстяной свитер Который Клэр ему связала Если вы хотите поговорить с Клэр Зайдите к ней в лавку Это у нее лавка Так далеко находится Или вот эта вот она Клэр Бамон Сторонники ранок Держат в страхе Весь верхний Хоксфилл Так не должно быть Простите, мне послышалось Вы говорили о сторонниках ранок Мадам Бамонт Можешь с вами поговорить? У нее, бам, другой квест Да, о чем? Мисс Спроттл немного рассказала мне Об исчезновении вашего брата Ох, дорогая Дороти Я знаю Она сама отправилась бы На поиске Бардельфа Если бы могла Похоже, она искренне волнуется Она упоминала темную магию И даже Пепламп Я говорила, что добра Это не доведет Но Бардельф все равно Продолжал экспериментировать С темной магией На опушке запрятного леса Я надеялась, что со временем Он выкинет это из головы Но однажды Он не вернулся домой Вам не кажется, что он мог сбежать? Не может быть Он никогда не бросил бы меня Но он собирался поговорить С Виктором Руквудом И это беспокоит меня чуть ли не больше Чем занятие темной магией По-моему, Руквуд не менее опаснее Чем Ранрок Бардельф собрал Какие-нибудь вещи? Только в свою сумку Дневника шерстяной свитер Который я ему связала Кажется, все Я поищу его Спасибо, вы очень добры Больше всего на свете Мне хочется узнать, где он Сердцем чую Он где-то рядом Но будьте осторожны Ну-ка, на товары-то заглянуть Можно? Бардельф, где ты? Не буду терять надежду Зловоние мертвецов Эссенции, которые можно собрать С тела инферналов Стронники Ранрок Это угроза, что же делать? Является ингредиентом Для грозового напитка Мех дворняги Клык паука Ничего мне не надо Спасибо, что вы перейдете Спасибо Неплохо Я назову это Рыцарь, который Летает на метле Согласитесь Никто не может Догадаться Это может быть опасно Поэтому стоит Ветти себя О, аккуратнее Окей Я говорю Рыцарь, который Летает на метле И согласитесь Что никто не мог Догадаться Что я именно так Это назову Потому что это Самое оригинальное Название Которое бы никто Даже не смог Догадаться До такого Эй Ё А чё они меня видят-то? На этом инфернале Что ж, шестерной свитер Должно быть это Бардальф Ох ты Должно быть это Эй Труп Бардальфа Бамонта О, это жесть Давай Шестерной свитер Бардальфа Не знаю Захочет ли Мадам Бамонту Знаешь Что на самом деле Сталось ее братом Конечно захочет Ох ты А тут птичка Запись одна из двух Мне страшно И это раздражает Но отступать уже поздно Пару проклятий я уже освоил Но если я хочу выучить еще Нужно им подчиняться Никто не должен понять Что мне страшно Они уже и так Шепчутся у меня за спиной Меня предупреждали Что темным волшебникам доверять нельзя Но сейчас я просто не могу иначе Мне нужна сильная магия Чтобы защитить себя Клэр весь верхний Хоксфилд Бардальф Это запись из дневника Бардальфа Он подслушал их разговор И понял Что они собираются С ним что-то сделать И он у них остался Он подслушал Что они что-то Собираются с ним сделать Что сделать Ну останемся конечно Запись 2 из 2 Омерзительно Того что я видел Не передать словами Они создали инфернало Вдохнули жизнь В изуродованный труп Я пытался не показать Своего отвращения Но увы Похоже они все поняли Нужно убедить их Что я не шпион Что я их не выдам Если мне не удастся Этого сделать То боюсь Меня постигнет Та же ужасная участь Бардальф Тут говорится Об инферналах И о том Что пришла очередь Бардальфа Да Тут эти птички Еще Черепа у них Подожди Тут какой-то Есть этот Уайт Это жаба Да ладно Иди сюда Где ты Ее Выпусти Скотина! Все, язык ты пиройки, теперь мой, а еще я залутаю здесь какую-то пещеру у них, сейчас 21 левел получу, причудливая шляпа колдуна, Кажись, все. Ты следи за своим языком, в тебя что, Фраберт Черш вселился? Подожди, я так увлекся. Кому следить за своим языком? Снайпер браконьеров. Ни хрена себе, а че она сюда приперлась-то? Кстати, когда пещеру залутала, она пропала с карты, это удобно. Так. Мадам Бомонт, у меня есть новости о вашем брате. Ох, умоляю, скажите, что с ним все в порядке. К сожалению, он погиб. Мне очень жаль, но Бардельфа превратили его на Фернала, и мне пришлось его убить. Что? Но с чего вы решили, что этот инфернал был моим братом Бардельфом? Это же полная чушь. На нем был шестяной свитер ручной вязки. Нет, нет, этого не может быть. Мне правда очень жаль, что приходится сообщить вам такие печальные известия. Всего вам хорошего, мадам Бомонт. Ох, Бардельф, как же я могла спасти тебя? Ох, Бардельф! Заклинание Экспелериармус оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие. Проклятые враги получают повышенный урон. И потом можно еще вот это вот, эффект проклятия сохранится на враге значительно дольше, а потом еще при нанесении урона одной из проклятых целей, но есть урон всем проклятым целям. Тоже круто. Хотя, вот это вот тоже при использовании Конфринга выпускаются небольшие огненные снаряды, которые сами наводятся на врагов. Тут часто, что врагов много, поэтому, наверное, я вот это вот возьму у улучшения Конфринга. Так, у нее же еще один квест. Простите, мне послышалось, вы говорили о сторонниках Ранрока. Говорила, простите, с нашей последней встречей я немного не в себя. Ранрок и его последователи разбили здесь лагерь. Их не заботит, как и на что мы будем жить с таким соседством. Они беспощадны. Из-за Ранрока я потеряла Бардельфа. Ох, как бы я хотел, чтобы эти чудовища оставили нашу деревушку в покое. У Мани предложу, что делать. Я знаю, что делать. Где находится лагерь в сторонниках? Где именно, не подскажете? Просто спросить куча. К югу отсюда, за рекой. Я слышала, что в каждом лагере у них по несколько гоблинов. Всего лишь? Я боюсь там показываться. Почему бы вам не уехать из верхнего Хосфилла? Верхний Хосфилл – мой дом. Тут мы с Бардельфом выросли. Боверить не могу, что он уже никогда не вернется домой. Мне одновременно хочется отомстить за утрату и просто спрятаться и переждать. Я объясню, почему я ей рассказал, чтобы, блин, они тут не жили в розовых слониках, думая, что все нормально, блин, что это шутки с темными магами, что к чему-то приводит, чтоб знали. Я могу их прогнать. К сожалению, мне доводилось иметь дело со сторонниками раннерок. А может, я смогу вам чем-то помочь? Я была бы счастлива, если бы они получили по заслугам, но не хочу, чтобы с вами что-нибудь случилось. Прошу вас, будьте осторожны. Осторожность – мое второе имя. Это неправильно, что нам приходится жить в страхе, ведь это наш дом. Похоже, ситуация ухудшается. Лучше быть на чеху. Сейчас я улучшу ситуацию. Гоблины, или кто там? Один из лагерей раннерков, точно, как описывала мадам Бомонд. Всего-то. Волшебники ведут страхи, как им и положено. Да ладно. Еще заспавнились сюда. Я только following orders. Здорово? Я не отдохну, до того, что ты мил. Конфринь. Уже не понять, как вы ошибались. Минус один лагерь, остался еще один. О, нифига себе, они здесь все раз это размножились. Конечно, надо проредить их популяцию. Так. Хуй, железо пока горячо. Сейчас, сейчас. Так, а вот еще один. Лагерь. Ничего. Всего лишь я. Один меньше хуман, чтобы не об этом. Стараться, чтобы бороться. Ты, милый крик, пришел сюда. Короче, прибывают подкрепления, но они не понимают, что делать. Потому что я в стелсе, типа, они прибыли, а я тут у всех уже. Нормально. Оба лагеря зачищены. Мадам Бомонда будет рада. Ревельо. Шир в безопасности. Тут еще какой-то замок, вот у них рядом с этим. Чем мне его тоже надо. Камни не улучшимся. Опа. Нифигасе. И шо? Ревельо. А Сезам откройся, нет? Ладно, полезем так. Ох, там киты. Чё это за фиг? А что это? Какие-то штуки собирать. Я впервые такие вижу. Я просто пока их впервые вижу, поэтому я вам покажу, как бы что это за фигня. Находите больше очагов древней магии и выполняйте связанные с ними испытания, чтобы повысить вместимость индикатора древней магии. Да ладно. Насколько повысить? А что-то ничего не повысилось. Коричневый ночной колпак. Или повысилось. Или что? Так, тут еще какая-то фигня. Ну видимо повысилось, потому что даже этот замок пропал на карте. Видимо нужно несколько таких ячеек, таких замков, его зачистить, чтобы еще там ячейка появилась дополнительная. Вообще меня бесит всегда в фильмах или где-то, знаете, что-то происходит плохое и все никто не рассказывает об этом. И вот они ждут, значит, пока все это произойдет с какими-то наивными розовыми слониками, которые даже не догадываются, что там что-то происходит. Надо же сказать, блин, это вопрос вообще жизни и смерти. Я очень благодарна за все, что вы сделали, чтобы найти моего брата. Здравствуйте, у меня хорошая новость. Удалось зачистить лагеря Аранрока. Вы избавились от них? Ну как? Мое появление... Было трудно. Да нет, мое появление стало для них сюрпризом. Мне удалось застать их врасплох. Жаль, моему брату это не удалось. Может, тогда он был бы сейчас со мной. Благодарю вас от всего сердца. Вы сделали ради Бальдорфа то, на что я не отважилась. Вы спасли нашу деревню. Мы никогда этого не забудем. Но я беспокоюсь за другие деревни. В жизни не встречала таких гоблинов, как Аранрока и его сторонники. Ну-ка, товары. А скидку мне не дадут. Я очень приятно. Спасибо. Синтересно. Так, здание надо бы разбить лагерь. Украшения из черепа. Отношения всякие побоища. Тут еще какое-то... Есть... Этот... Что-то отмечено вот. Квестом. Куда? Наверх что ли надо или что? А, может тут страница руководства? Шипучий тыквенный сок. Шипучий тыквенный сок. Модный газированный напиток со вкусом тыквы. Он еще не стал здесь таким популярным, как сливочное пиво. Но никогда не знаешь наверняка, что нас ждет. Слушай, можешь мне древнюю магию себе вкачать? Вообще, потому что для замесов очень надо. Да, короче... Эти древние магии очаги начну байтить. Точнее, получать. Какие-то лягушки. Что с этими лягушками? А-а-а! Опять какие-то квесты. Они будут туда-сюда тебя выплевывать. Да уж. Неизвестная камня для рук. Еще тут сундучок. 37 монет. Ну, короче, я гринд вам показывать не буду тогда. Потому что если что-то интересное будет, только тогда покажу. Так. Сколько надо этих очагов мне... Соберите следы... Ну и что? Опять вообще... Я не понимаю, визуально чуть-чуть побольше стали эти ячейки, что ли? И все, в этом весь прикол. Ребелио. Кстати, тут какие-то лягушки, но они вроде не агрессивные. Давайте... Их поймаем. Так. Так. Да е-мое. Да. Жесткие. Нифига они скрылись в озере. Ладно, подождем. Тут еще пещерка есть. Айкио. Открывает. Ого. Ничего себе. И что? Мне их надо все поджечь. Опять квести. Да. Опять квести. Да. Надо их поджечь. О, сундук упал. Бирюзовый шарф с орнаментом пальметто. Что же мне снаряга выпадает хуже, чем та, что у меня есть? Так. Есть. Поймал лягушку. Большая пурпурная жаба. Причем тут свои маленькие жабки еще есть. Прикольно. Они причем различаются по окрасу. Мальчики и девочки. Так, следующая еще сюда иду. Тоже в это в тайное место. Тут причем какие-то... Ой. Нет, это кентавры. Там наверное пауки. Да, я был прав. Инсендио. О, нифига себе, он еще живой. А что тут столько врагов? Освобождение Тредвилл твоих рук дело, это была большая ошибка, друг мой. Инсендио. Инсендио. Шпастый плевон. Инсендио. Зачистить. Так. Увидел бы это профессор Фиг. Из тебя появилось много моих друзей, сейчас ты за это заплатишь. Так, ну и что индикаторы древней магии. Так, я хочу матку. Эффектное появление. Подожди. Подожди. Окей. Гребен. Устанет. Избук. Зачистить. Гнерсис. Устанет. Аккоки. Устанет. 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 Попробедий. Попробедий. минус матка чисто в глубине пещеры вы что ты тут многовато матриарха сразу хочу это уже через чур С этими хренями Пауковскими очень хорошо Инсендио Сразу они даже тут не выпрыгивают Только надо подальше от них находиться А то урон наносит Но в целом нормально Эта победа далась мне тяжело Так, подожди Как мне зачистить это логово Чтоб там на нем Галочка появилась А, все, оно пропало с карты Короче, нужно так вот зачищать, чтоб с карты пропадало Вот как нужно зачищать Так, следующий это вот сюда Мне надо верхняя, восточная часть долины Хоксмена Вот бы кто-то пришел мне на помощь Что случилось? Вы еще спрашиваете, я убеждена, что видела грима Предназнаменование смерти Я в опасности, но если он Меня не увидит, все будет в порядке, правда? Все, что мне нужно, это зелене видимости Да, вот и все У меня есть немного Поможет ли оно вам? Будьте осторожны, хорошо О, вы просто чудо, я буду очень осторожна И вы тоже берегите себя Теперь никакому гриму меня не достать И все, благодаря вам, доброе дитя Зелье Максима, рябиновый отвар, грозвонный пипок Наградило Вот здесь вот руины, еще одни А, в этих руинах я был О, еще одно место оказалось В той фигне, где я уже бывал, кстати Ну, вот еще одно Обычно в играх ячейки заполняются Но тут, наверное, они растут реально Может быть, они потом начнут заполняться Потом третья появится Че-то я вообще не Не замечаю особой разницы Может быть, действительно, они увеличиваются в размерах Это же Сакура, что ли, тут у них цветет Или что, из Японии Розовое дерево Коричневые перчатки без пальцев тут нашел Там, видимо, на рандоме, наверное, частично выпадает Это все Вся эта фигня Тут опять какие-то Намеки на пауков Правда, их самих тут нету Но есть последствия Так Еще одну фигню активировал Все-таки Пауки тут Были Стоило подойти поближе Нихера Задрали, а? Жесть Вот этот саппорт 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 Паучок Блин, тоже доставляет Неизвестный предмет На шее нашел Еще одной локации Так Еще одну фишку Активировал На какую-то головоломку Блин Да ладно Короче, этот куб Походу надо перекинуть Вот здесь Вот Короче, десценда Ух ты Блин, он летел Охереть Сейчас отсюда будем Почти Охереть У меня туда закинуть Его Длинное пальто В шотландскую клетку Это того не стоило Такой геморрой Ну ладно Странница руководства Кружевная салфетка Местные жители говорят Что эта салфетка Была оставлена В память о любимом Домовом эльфе Который мечтал Однажды на детей Они походу Хотят сказать Что когда я соберу Все следы древней магии Они мне наверное Только на одну ячейку Увеличат их Или что-то типа того Это жесть Так, еще нашел Кстати тут Кота феев Хоть тогда их Один есть Короче да Усилию Вот это вот Экспеллиармус Оказывает Проклятие Действие Отлично В темных искусствах Яйца Пепламбы Пепламбовцы Назвались Честь паука Офигеть На самом деле Я не выдержал Пришлось даже Растянуть Вот этот гринд На два дня Я не совсем понимаю К чему такие Сложности Но в принципе В принципе Оно интересно Но Конечно Если я наверное Вам все это Буду показывать То есть Тут ничего По сюжетке Нету Абсолютно Поэтому Если показывать Если показывать То Я вам показывал Уже с этими Как они называются Со статуями И вы там Взвыли Немножко Так что Тихо Тихо У меня же У меня же Теперь должно Быть Прокачано Это Ого До чего Прят Тихо 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 Сука Смотри Какой Шустра Шустра Так Нормаз Пламба Ну пока Я двоих За раз Не вырубаю Ну наверное Потому что Они рядом Просто не стоят А лагерь Я просто зачищу Просто потому что Потому что Я могу Ахахаха Ну-ка Он услышит Не даже На шифте Все нормально Все зачистил Галочкой Не терпится Рассказать об этом Себастью Подумай только Пепламба А че Галочка Не появилась Засада Два Нашел Здесь О Теперь Галочка Появилась То есть Она появилась Когда я Залутил Сундук Лол То есть Лутание Сундука Относится К Аккиен Просто Эти камешки Подсвеченные Наверное Вот для этого Да Для Канфринга Ого Нифига Себе Оно Мощное Оно Кувалду Точнее Не кувалду А наковальню Разрушило Это офигеть Пусть Трое Горит Ха-ха-ха-ха Пусть Трое Пылает Влащеные Дуэльные Перчатки И все И последнее Вот здесь Да-да Прыгай ты Да-прыгай ты Да-прыгай Да блин Он не хочет прыгать Ладно Придется по цивилизованному Кстати Шутки шутками Я тут один раз Все-таки разбился Вот по этим хреням Лазил Думал Сейчас спрыгну Просто хп много Снесет А нет Разбился Было-было Такое Пришлось заново Все лутать Так что Опа Олень Слушай А Я не могу Его К себе Это самое Нет Наверное Но просто Я хочу протестить Только волшебных Тварей могу спасти Ой прости Но с ней Все в порядке Блин Это я был Если что Прости Да Прости Неизвестный Наряд Ой Ячейки Снаряжения Заполнены Купец Разбитый Бинокль Этот разбитый Бинокль Оставили здесь Маглы Которые пытались Выследить то Что они Как подозревали Было странно Выглядящим Медведем Но вероятнее всего Было Деми маской Они никак не могли Понять Как это нечто Могло исчезнуть Так быстро А вот же Бинокль Все руководство Собрал В Нагорном регионе Ох ты Опа Ну хорошо Нифига себе Речной тролль Так Ну ладненько Слушай А я не могу Тролля в стелсе Что нибудь С ним сделать Какой-нибудь Приколюху Ну-ка 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 О да ладно Получилось Только 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 Не получилось И это все Давай Прико! Экспеллианность! Сендио! Экспеллианность! 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 Субтитры сделал DimaTorzok как его убить они вообще не они не дохнут и и и и и Он своего добил ударом, а не надо по себе урон тоже. Наносили. Упокойся с миром, мой огромный друг. Жесть. Они тут, кстати, съели вола. Ячейки снаряжения заполнены. Блин, пройдите с питанием Мерлина, чтобы повысить мастер-чейк или продать. Как знать, может быть, в следующих DLC пригодится весь гринд. Может быть, что-то еще сложнее завезут. Ну, сетевую игру, конечно, вряд ли. Какие-то матчи PvP, вряд ли. Но, кто знает, или какой-нибудь прогресс можно будет переносить в следующую часть игры. И тогда вот это все пригодится. Не знаю. Ну, то есть прогресс, он и по прокачке, и не только по решениям. Нифига себе, тут котейка. Нет, тут даже несколько... Тут три котейки в одном из этих мест. Что-то тут подозрительно. Вы что тут все разлеглись, а? Вы что тут все делаете? Это что, крепость котеек? Котейки планируют захватить мир, признавайтесь. Так, теперь давай исследуем. Кстати, Аллаха Амура пригодилась второго уровня уже. Иначе бы я не смог выполнить. Шарф угольного цвета с ключами. Нифига себе, над толчком. Красно-коричневое шутовское облачение. Кстати, нифига, тут такие же, как в Хогвартсе. Кто-то вырезает резные этих драконы из зелени, шевеляющиеся. Походу, садовник один или культура. Синие солнцезащитные очки. Малиновый цилиндр. Ну, кажется, у меня такой же был. Шарф малеплавателя. Блин, тут на одном из мест на мосту. Да хрена этих мудаков. О, а сейчас все равно не получилось это F. Ну-ка, вот сейчас. Что-то оно не работает так. Ну, ладно. Смотрите-ка. Ого, да тут рэпара в кои-то веке пригодилась. Вот это да. Еще тут сторонники Аранрока. Так. О, Алохомора третьего уровня. Я бы без нее этот квест не выполнил. Неизвестный предмет для лица. Так. А вот тут такое свечение. Неплохое. На метле я собрал. Ого. Вот он, столб света. И так проще их находить. Так, еще ниже, значит. Даже сундук вот. Можно было взлетать его, не слезая с метлы. Ого, фонтан какой. Почему этот сказал, здесь может быть опасно. Нужно вести себя аккуратно. Это просто замок. Опять ячейки снаряжения заполнены. Это что такое? Так, я лечу. В последнее. В последнее место. За последним очагом. Не знаю, что произойдет. Надеюсь, что-то хорошее. Победите 40 темных волшебников. Они то расходились, понимаешь. Понимаешь? Вдогонку ему. Где это там? Все. Синяя кепка. Так. Было не так уж сложно. Вызов принят достижение. Соберите следы древней магии. Так. Еще. Я требую награды. Не понял. У меня все равно две ячейки. Может надо куда-то сходить. Вызов принят. Кстати, есть уже 16 с половиной процентов игроков. Это очень много на самом деле. Странно. Такой геморрой с гриндом. Но люди заморочились. Так. В ручей комнате я идентифицировал снаряжение. Неплохо. Нифига себе. 65. Больше чем на 10 единиц. Мою атаку усилит. Манипуляция 1. Цель под действием империи наносит больше урона. У меня еще. А. Это только на арене темных искусств империи. Ух ты. Нифига себе красная маска. Тоже. Больше чем на 10. Нифига. Кровавая красная маска легендарная. Повышает урон наносимый с помощью инциндио. Повышает скорость заполнения индикатора древней магии. Это тоже ослабленный малиновый шарф с замком. Тоже крутой. Повышает урон от мандрагоры. Эээ. Эээ. Чего? Эээ. Эээ. Продайте твари в магазине клюв и хохолок, чтобы освободить место для этого вида. Офигеть. Да вы чё? Да. Биологические виды 4 из 4. Активные твари 8 из 12. И как же они... Блин. Так. Значок мужского пола он такой кверху. Давайте тогда мужского пола продадим. Отпустим в дикую природу. Так. Ну хорошо. Эээ. Где тут у меня... Эээ. 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 А какой биологический вид... Аааа. Зараза. Блин. Подожди. Короче. Проблема не в количестве, а в том, что... Так. А в видах именно, в видах... Так-то твари я могу до 12 иметь. Как мне увеличить виды, блин? Большая павлопорная жаба. Нифига себе, жабу тоже надо расчесывать, оказывается. Так. Вот они. Самые основные, ради чего я в эту игру играю. Так. Да, короче, можно этот лимит увеличить, выполняя определенные квесты, реквесты. Но это уже будет, конечно, в следующей части прохождения. Вот я вам показываю, как я продаю снаряжение по 150. Чтобы вы потом не говорили, откуда у меня деньги. 17 тысяч уже. 150. Ну, потому что это фиолетовый... О, за 200. Нифига. Малиновое облачение странника. Ну ж, крутое, естественно. Апать снаряжение, я думаю, тут вообще такая себе. Потому что вы задолбаетесь апать, сколько материалов нужно. Проще просто то, что вы находите постоянно более крутое и крутое снаряжение. Так, награды. Рецепт с характеристикой снаряжения. Что тут еще могу получить-то? Ну-ка. Шляпа констебля. Вот, короче. Нужно зайти в испытание. Далее, в исследование. И вот здесь, вот, соберите следы древней магии. Вот здесь нужно щелкать, чтобы увеличить их вместимость. Хорошо, что я это нашел. Так, ну блин, вы готовы к этому? Ну-ка, так. Ну-ка, и у меня сейчас три будут уже ячейки. Подожди, я не буду... Я буду смаковать. Этот момент... Да, три ячейки! То есть у меня еще четыре, пять, пять ячейк. Но пять ячейк, это того стоило. Наверное, висит геморрой. Ну-ка. Сейчас будет четыре ячейки. Да, четыре ячейки, жесть. Нет, это того стоило. Тогда я думал просто сначала, что одну ячейку. А нет, нет, нет. Все. Все следы из очагов древней магии. Двенадцать штук? Еще там их было? Все, пять ячейк древней магии. Опупеть. Так, тут еще страница руководства Магазин спортивных товаров круглит Так я же собирал, этим магазином управляет любезный Алби Уикс, здесь продаются всевозможные Волшебные спортивные товары, включая новейшие модели Метил, по городу ходят слухи, что Алби Работает над рядом усовершенствование нелетных характеристик Метил Очки талантов, ох ты, еще и прокачался Аааа, в скрытности я просто не изучил Это я думал, что изучил, понятно Что-то особо качать нечего на самом деле Пока что не буду ничего прокачивать, оставлю Там я некоторые заклинания еще не изучил Так, ну в общем будем надеяться, что это Последний такой Квест с гриндом Хотя если честно, если честно Я не очень на это рассчитываю, но Ладно, время покажет Кто лайк и коммент молодец, а сказочки конец